Мы переходим к нашей следующей презентации, она от Орлова Матвея. Матвей, привет. Здравствуйте, здравствуйте. Как ваше настроение? Отлично, мы слышим и видим. Надеюсь, а теперь видим даже твою презентацию. Ты можешь начинать? Да, спасибо. Здравствуйте, меня, как уже представили, зовут Орлов Матвей, я аспирант Самарского государственного аграрного университета, и сегодня я хотел бы с вами поговорить о такой тематике, как начать заниматься наукой с нуля и, в принципе, про проектовы деятельности. Сейчас кратко мы с вами пройдемся. Немного о себе. Я занимаюсь наукой со второго курса своего обучения, и за это время, за шесть лет занятий наукой, я стал президентским стихотиатом, уряд премии Ежевского стихотиатом, Лабинским двукратно, Столыпинским, несколько грантов выиграл. Я автор более 180 научных публикаций разного уровня и автор пяти патентов. Ну и, собственно говоря, как заниматься наукой и что, с чего начинается. Как говорится в Библии, сначала было слово, а в начале любого научного исследования и любого проекта лежит идея, и, соответственно, она постепенно обрежается. Сначала происходит ее такая немножко переработка с научным руководителем, и потом образуется научная публикация, которая опропируется на разных конференциях, и затем все это перерастает в проект, а проект, соответственно, в перспективу коммерциализации и социализации. Хотелось бы также поговорить, с чего. Ну, конкретно я начинал, это, естественно, реферативные статьи, то есть это такая Википедия, которая проходит антиплагиат. Затем мы начали обзорные статьи, то есть современных достижений в какой-то отрасли, затем я взял гуманитарную тематику. Для меня гуманитарная тематика является неродной, но очень любимой, потому что именно через гуманитарные статьи, гуманитарный жанр мы развиваемся как ученые, и вот эта манера речи, научной публицистики, наверное, как-то вам сказать, и развивается. Мы потом переходим к простейшим статьям по специализации, моя специализация, я лейтенантный врач по образованию, и сейчас я воспоминую на биологических науках. И, соответственно, постепенно уровень возрос, и, надеемся, еще вырос. С чего состоит любая научная публикация и научная статья, все представлено на экране, но вопреки расхожему мнению, что статья начинается с названия, к сожалению, это не так. В любом случае необходимо сначала написать основную часть, понять цели задачи и так далее, и только потом определиться названием. Поэтому кто начинает статью с названия, того будем видеть. По видам научных публикаций. Существует различная эрабхия. Соответственно, вначале это кафедральные конференции, такой самый, наверное, низкий уровень, без публикаций. Ну, некоторые конференции, соответственно, публикуются. Потом идет и лайбрии, то есть журнал, входящий в перечень этой системы. Это российская электронная библиотека, она во всех сферах там фигурирует. Потом идет RINS, VAC, это считается одной из самых высоких по индексации статей в Российской Федерации русскоязычных. И потом идут Web of Science и Scopus. Здесь, на самом деле, достаточно сложно, когда берут не все статьи, а только, ну, на самом деле, уровень достаточно высокий. И плюс одна из сложностей для нашего, наверное, брата, ученого из СНГ и России, это англоязычные, то есть все статьи принимают только на английском языке достаточно хорошего уровня. Про проектную деятельность. Здесь на слайде представлены те конкурсы, в которых можно поучаствовать, ну, можно сказать, не выходя из дома, но я нахожусь в Самарской области. Для меня там и Волга родной форум, а в разных областях есть аналоги, то есть это Бирюса или там Ростов форум и так далее. Ну, в любом случае, умник, стартап, профмолодежь, они повсеместно распространены, и там можно представить свои разработки и получить грант на исследование. Немного о своих проектах, чтобы было немного понятно. С четвертого курса я реализую проект, это портативный ветеринарный хостеометр, это прибор, направленный на диагностику многих патологий у крупнорогатого скота, в принципе, они примиримы для разных животных и для человека. Суть прибора в том, что мы меряем уровень кальция в кассе с помощью ультразвуковой. Технологии у нас уникальные, есть аналоги, но мы их перекрываем с помощью уникальной методики. Ну и, соответственно, за два года мы добились определенных результатов. Сейчас мы находимся на уровне готового прототипа и работаем над созданием программного обеспечения. В принципе, наилки мы этот проект представили и запросили средства на как раз создание программного обеспечения. Также мы реализуем несколько проектов. Это экопроект «Природный хрусталь». Это проект, направленный на очистку местного озера, который находится рядом с нашим университетом, чтобы его в дальнейшем социализировать и, соответственно, ввести в научный учебный процесс, потому что у нас обучаются биологи. И озеро – это отличная учебная и научная база для различных стартапов на самом мелком уровне и научных исследований и изучения флоры и фауны. Проект «Растем вместе» – это моя душа, на самом деле, потому что проект вырос буквально из ничего. Студенты первого курса попросили меня с ними заняться наукой, и у меня ничего не пришло в голову, как научиться выращивать, например, насекомых. То есть буквально сказал, не задумываясь. Тема оказалась очень интересна. Оказалось, что до этого, как выращивать в лабораторных условиях и домашних насекомых, никто не придумал. То есть такая «томогочи дома». То есть ребенок или студент или школьник может дома вырастить чашки Петри, например, жука из «Красной книги», потом выпустить его в природу, тем самым экологическую ситуацию, плюс привлечение детей к научной деятельности. И это, на самом деле, очень греет душу, потому что науку надо развивать, науку надо расти. И минеральные добавки – это, на самом деле, моя специфическая тематика. То есть это создание БАДов, создание рекордов для животных и, в принципе, человека для профилактики, диагностики, болезни. В завершение хотелось бы сказать то, что я, так уж, что мои примерами заинтересовались, я в школе был троечником, у меня, кстати, три тройки. И поступив в университет, я закончил университет с красным дипломом, я открыл для себя совершенно другой мир, мир науки, который действительно очень интересный. Это из такой учебы переросло в настоящие фобии, интересные увлечения. Я вам рекомендую всем приходить в науку и желаю всем, чтобы сначала такое увлечение повлияло на карьерный рост каждого из нас в занятии наукой и повлияло на жизнь многих людей, потому что через науку именно мы делаем людей лучше, проще и интереснее. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Я готов выслушать ваши вопросы. Спасибо большое, Матвей, за такую интересную презентацию. У нас уже появились вопросы в чате, здесь просят повторить, кто вы по образованию, Матвей, и планируете ли вы, чем вы планируете заниматься после окончания университета и после окончания учебной деятельности? Я по образованию лейтенантный врач, я закончил в 2020 году, сейчас я поступил в аспирантуру в свой родной вуз, Самарский государственный аграрный университет на биологические науки. Также я в параллель сейчас в этом году поступил на заочное отделение Самарской духовной семинарии, на пастерское отделение. Ну, а чем я буду заниматься в жизни? На самом деле, сложный вопрос. Хотелось бы стать, естественно, преподавателем, потому что мне это близко, мне это интересно, и продолжить заниматься наукой. Конечно, для меня это то, что мне интересно. Спасибо большое, Матвей. У нас спрашивают в чате, насколько сложно получить поддержку своих научных проектов. Я думаю, этот вопрос стоит даже адресовать Насте, и мы расскажем, какие есть формы поддержки на нашем форуме Иволга. Да, но я думаю, что Матвей не раз что-то мне подсказывает. Просто, что Матвей не раз участвовал в различных мероприятиях и Федерального агентства по делам молодежи, и мероприятий при поддержке правительства Самарской области. Я думаю, что он может нам и сам рассказать, но в рамках Иволги у нас есть возможность еще раз рассказать о том, что есть два ключевых грантовых конкурса. Это Всероссийский конкурс молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи, Росмолодежи, и конкурс проектов «Содействие развитию гражданского общества Приволжского федерального округа». Так скажем, окружной конкурс проектов. И они все эти, не все, последние два дня, сегодня и вчера активно работали. Участники при регистрации у нас, я думаю, что Матвей знает, могли подать заявки. Но я бы адресовала даже Матвею еще вопрос. Сколько раз побеждал в грантовых конкурсах? Есть ли опыт? Можешь ли поделиться секретами с участниками победы в грантовых конкурсах? Безусловно, могу поделиться. Первая, на самом деле, основная точка этого победы в программе «Фонд «Содействие инноваций» – это «Умник». В 2018 году я победил ее. Ну и потом, на самом деле, пошло-поехало, и губерния, ну, то есть Самарская область поддержала мои разработки. Сейчас, буквально завтра у меня выступление по программе «Старт». Хотим получить дальнейшее финансирование нашего проекта. В чем основной секрет? Секрета никакого нет. Здесь, на самом деле, основное – это хорошо прописать проект, быть в курсе его, потому что очень много работ встречается тех людей, которые, например, на втором, на третьем курсе, ну, немного дети, можно сказать, они не полностью свой проект знали, то есть не знают, как считалась коммерциализация. Да, они связались с специалистом по экономической деятельности или по юридической, им все это посчитали, но они глубоко это все не вникают. Я не экономист, мне коммерцию считали экономистом, но я присутствовал при всех встречах, я буквально дотошно по каждому вопросу отслеживал, как все это, и в итоге смог ответить на все вопросы, и, ну, уже и не осталось вопросов. С первого раза я умник выиграл. Ну, по большому счету так, и сейчас я заявил с наивку с этим проектом, с двумя проектами, то есть один на «Росмолодежь», другой на «Науку и технологии», и надеюсь тоже, что здесь получу поддержку. Матвей, у меня еще есть один вопрос. Как ты думаешь, вот ты сказала про идею, да, и то, что ее главное, главное это качественно ее написать, так как требует на то проект и проектная деятельность. Как ты считаешь, или может быть участники подключатся, что важнее, правильно оформить интересную идею или вообще иметь классную идею, которую необходимо там поддержать? И с одной стороны, можно сказать, что проект можно научиться писать, да, главное технику, знать, что четко прописать цели, задачи, которые должны соответствовать цели проекта, или же главное иметь вот эту смысловую, творческую, креативную в голове идею, которую можно просто потом красиво оформить. Как вы считаете, прям действительно интересный вопрос? В том, что здесь, ну не то, что палка в двух концах, должно все взаимодействовать. Просто я видел действительно интересные проекты, которые, ну вот серьезно сделают мир лучше, но, например, там запрашено больше средств, или смета недостаточно понятна была жюри. Такие проблемы, которые, ну, сложно устранить, и люди, ну, буквально свою идею хоронили, потому что мы не соблюдали определенные требования. Поэтому здесь должно быть и то, и другое. И интересная оригинальная идея, которая отвечает там научным стандартам, там определенные новизны и актуальности, и, естественно, правильно оформлена заявка. Здесь я всем говорю, кто со мной консультируется, как бы, ну, в моем зрении я могу сказать то, что я в Телеграме есть, пожалуйста, или ВКонтакте могут мне писать, задавать вопросы. Я всегда говорю то, что 50% — это понять и услышать то, что написано в положении конкурса. Это необходимо внимательно читать все, потому что, ну, элементарно по срокам. Даже был проект, парень там придумал какое-то детское пособие, я уже не помню, и он по срокам просто, ну, превысил. Там, например, было на год дался грант, а он на полтора. И это, ну, не минус баллы. Поэтому все влияет, и идея, и правильное оформление. Наверное, я так отвечу. Спасибо большое, Матвей, за такие ценные советы. Спасибо за то, что дали нам понять, что наука — это настолько доступная история. Главное — это иметь мотивацию и заниматься, писать статьи. Спасибо за сегодняшнее выступление, Матвей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!